Всем привет, я в прекрасной солнечной Паттайи Блядь Да иди в пизду, блядь Я из России, блядь В принципе, это Ямаха Это вполне нормально Открывай Тоже, это же стоять, нахуй Я очень сильно разочаровался Я думал там, вау, такой будет, бля, в джоб Итак, возвращай Стоять Гоу Ну это тот же самый джиксер, но только а Лично от себя скажу, что, ну, с трансухой было, да Да, было Ребят, всем привет Я в прекрасной солнечной Паттайи В прекрасном королевстве Таиланд Благодаря вам Ну че, ребят Я хочу сказать, что, во-первых, у нас стукнуло Погодите, 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 погодите О, вау, 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 вау Вау Ребят, ну, во-первых, спасибо огромное, кто на меня подписывается, потому что сбылась недавно моя мечта Это 100 тысяч подписчиков Сегодня 19 января и уже практически 116 тысяч подписчиков Ребят, стараюсь Ребят, стараюсь, все для вас Чуть позже об этом поподробнее поговорим Приехал в Тай Всегда мечтал сюда приехать Покататься на байке Да и просто отдохнуть, понимаете Много работаю, но ни хрена не отдыхаю Поэтому решил Короче, все равно, сука, работаю Все равно, сука, снимаю Итак, с чего бы начать Ну, во-первых, ребят, я управляю прекрасным мотоциклом Yamaha R6 2018 года Взял я его за 1500 бат И, наконец-то, подошел срок сдачи его обратно И он меня просто заебал Моя жопа болит до безумия Вы не поверите, от чего она болит Вы думаете, о трансухе Я бы тоже очень сильно хотел Но, увы, это не так На Кроповиче все как надо И я безумно счастлив, что этот рентейл ебучий везу обратно Потому что я устал от этого мотоцикла У меня болит спина, у меня болит все В принципе, я думаю, за это время, пока я пребываю здесь Думаю, байков 5 я точно тестану Деньги есть благодаря вам, ребят Кстати, спасибо огромное, ребят, кто кидает донаты Блядь, люблю вас, не могу вообще Спасибо огромное, ребят, кто кидает донаты Реально, вы красавчики В какой-то мере, благодаря вам я сейчас здесь нахожусь Потому что вы Ни хреново так меня спонсируете И, естественно, если вы думаете, что я их трачу у себя Нет, я их вкладываю обратно в контент Вот, пожалуйста, я в Паттайи Транцух не ебу Ну ладно, 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 ну пару раз уже было Ладно, но все, все Больше я не буду Я, ребят, лично от себя скажу, что Ну, с трансухой было, да, да, было Но лучше, чем Russian School Girls ничего нету, ребят Я очень сильно скучаю по своим малышкам из Барнаула Хочу быстрее к ним, блин, в гнездышко Потому что, ну, что-то азиаты меня вообще никак Из азиатов мне нравятся только мотоциклы, но иногда машины И все Поэтому сейчас я еду до своего барыги Отдам ему этот драндулет И, собственно, возьму какой-нибудь скутерочек Чтобы съездить, покушать каких-нибудь морепродуктов Съездить на массажик Массаж здесь просто мяу Все расскажу Я ненавижу эту улицу, потому что, ребят, здесь вечно пробки Вот просто многокилометровая пробка Тем более, когда ты едешь на спортбайке очень горячем Тем более, когда с сцеплением, тормозом работаешь Это, конечно, очень сильно бьет по самолюбию спортбайкиста Вот Ну, давай, давай, толстенький мой Давай, поворачивай 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 Да успеваешь, успеваешь, заебал Давай Вот так часто это здесь бывает Вау Хай Я? Окей Так, эрочку уже помыли Ребят, вот на такой красавице я катался ровно сутки На самом деле, много что дают в аренду Я хочу что-то взять сегодня вот из этого И просто из простых мопедов Хочу съездить покушать Отдохнуть Покупаться Вот, думаю, возьму на денек отдохну Следующую малышку, я думаю, возьму вот эту MT-10 Мне очень интересно, как она едет Спасибо Спасибо, мэн Вот, русский парень тоже взял Брат, осторожней Только осторожней Окей, ребята Второй драндулет Я решил взять именно этот Черная анаконда Под названием Хонда Здесь 125 кубиков На самом деле Последний раз я катался на скутере В лет 12-13, наверное И когда я сел На эту прекрасную маленькую Хонду Моя жопа сказала мне спасибо Вы можете смеяться, сколько захотите Но Можете смеяться надо мной, сколько захотите Но поверьте Я реально кайфую от этого скутера Потому что именно в Паттайе Этого скутера вполне достаточно Поэтому неудивительно, почему тайцы чаще всего катаются на мопедах Объясняю, почему Это довольно-таки Наверное Одна из самых популярных моделей здесь в Таиланде Надежно Экономично Все круто В Yamaha R6 я залил 12 литров И мне ненамного хватило, чтобы покайфовать и покататься Здесь Очень экономично, ребят Я залил сюда литр И у меня пол бака Имейте ввиду На самом деле Это очень удобное средство передвижения в Таиланде Вы меня поймете, почему Потому что здесь большой бардачок Здесь удобно сидеть Здесь обычная посадка Сюда можно повешать пакетики Сюда можно бросить телефон Водичку Есть зеркала Все хорошо Не нужно отжимать ебаное сцепление Потому что сейчас поедем Вы сразу все поймете, ребят Поэтому Жопа и мои руки сразу сказали мне спасибо И поверьте мне Если приедете Не важно на чем вы катались На спортбайке На питбайке На мопеде Берите скутер Ребят, это очень удобно Купили продукты Бросили сюда Пивасик туда И полетели на пляж Поверьте мне Встали в пробку Вам не нужно отжимать сцепление Ловить нейтраль Вот так постоянно играться С сцеплением и газом Здесь все максимально просто Естественно Я взял на аренду его два дня Уже катаюсь второй день И на третий день тоже возьму И потом мы уже перейдем Непосредственно к крутым байкам А сегодня и завтра Я еще буду кататься На вот этой лупоглазой Черной анаконде Под названием Хонде Окей Ребят Поверьте мне Это реально такой кайф После спортбайка Когда ты садишься На вот этот прекрасный скутер Поверьте мне Его реально здесь хватает Вот да детка Поехали Итак Главное правило Когда вы собираетесь Погостить в Таиланде Ну либо переехать сюда И собираетесь Приобрести себе мопед Машину Мотоцикл Не важно Самое главное правило Здесь правил нет Каждый сам Сука за себя Единственное правило Здесь все только Подчиняются светофорам Когда красные все стоят Зеленые все поехали И то это не всегда Могут развернуться спокойно Через две сплошные Все управляют автомобилем И мотоциклом Как ублюдки Тайцы вообще не знают правил Я когда катался на Ямахе Я чуть не въебался Раз в шесть-пять Слава богу На Ямахе есть тормоза Вот Все перестраиваются Без поворотников Все грубят И самое главное Вы как русский человек Славянин Который сам нарушает В своей стране Придерживайтесь этого правила И будьте вот просто Сами за себя Наглейте Когда вы начинаете Наглеть Поверьте мне Вам будет кататься Супер мега удобно Я адаптировался За два дня Разновидностей техники Здесь действительно много Берут много всего Но чаще всего Это скутеры Как у меня Потому что Это удобно Для простых людей Это экономично Бензин здесь Довольно таки дорогой И в принципе Я с этим согласен Потому что Здесь Особо наваливать негде Потому что Скутеров вполне достаточно Вот смотрите Мы наваливаем Мы разгоняемся Семьдесят Восемьдесят Набираем восемьдесят И мы едем Со скоростью потока Самое ребят Что удивительное Когда я юзал Ямаху Р6 Я блять Догнать не мог Понимаете Мне пришлось Настолько сильно Кусаться С тайцами Потому что Тайцы на мопедах Очень хорошо Здесь передвигаются И они реально Очень хорошо На них шьют Итак Что касаемо Правил Ношения шлема И самой безопасности Ребят Ну Сами видите Здесь все Fifty-fifty Кто-то одевает Шлема Кто-то нет Я разделяю их Так Те люди Которые Уебались И они уже Сотрясли кукуху И одевают шлем И те Которые стремятся К этому Вот и все Да Я согласен Прикольно Когда ты едешь В такую жару Тебя обдувает ветер Волосы вьются Но поверьте мне Разбить башку А в тайский асфальт Лично мне бы не хотелось Поэтому Даже на таком скутере 125 кубиков Я катаюсь В шлеме Слушайте Сегодня реально Оазис Нет пробок Чаще всего Ебать Я просто попадал В какие-то пробки А здесь я реально Наваливаю Кайфую Без всяких Каких-то Вот этих Газ-тормос Газ-тормос Почему Когда у меня Сука Была Ямаха Я попадал В пробки А сейчас Я еду Вообще На полном Чили Блядь Ну потому что У меня скутер Поэтому я вот Кайфую Итак Да еб твою мать Что Что это Что здесь происходит Почему Что Я что Блядь В Россию Попал Нах Вот Все нормально Вроде Вроде Выровнялся Так Что касаемо Полиции Это тоже Немаловажный Момент Который Блядь Надо перестроиться Блядь Не сбили бы меня Наху Блядь Да иди в пизду Блядь Я из России Блядь Видите Я говорю Здесь просто Нужно наглеть Ладно Что касаемо Полиции Ребят Это тоже Очень важный Момент Который Вы должны Понимать С 9 Января Русские И международные Права Больше Не работают И их Не Признают Признают Только тайские Права Правда Я вообще В душе Не ебу Как здесь Получать Права Потому что Все Катаются Как попало В том числе И я Я сначала Как-то Знаете Катался По правилам Да Ну как-то Соблюдал Их Еще что-то А потом Я понял Что нужно Просто вести себя Как ублюдок Вот и все Как максимально Конченный Уебок На трассе И все Тебя сразу Признают Он говорит О да так ты Таец Так ты Таец Что ли Братан И все Я это Сразу Понял Ребята Я сразу Влюбился В эту Прекрасную Страну Безусловно Все равно Ребят Этику И культуру Вождения Нужно Соблюдать В любом Случае Ну давай Маленькая Мая Молодец Поэтому Поскольку Международные Русские Права Не признаются Ребята Имейте Ввиду Что Вас Могут Остановить Я здесь Катаюсь Пятый День И меня Еще Ни разу Не остановили Вот и все Но будьте Готовы К двум Случаям Либо Вас Отпустят Либо Вам придется Давать Взятку От 500 До 3000 Бат Но чаще Часто Пятихот Дайте Скажите I'm so sorry I'm sorry I'm sorry И все Ебажьте Дальше Вот и все Ни разу Не видел Что кто-то Здесь ездил На заднем колесе Как-то Финтил Что-то Делал Тайцы Довольно Таки Спокойные Тайцы Разбираются В мотоциклах Кстати Да А когда У тебя Есть Какая-то Лютая Спартуха На которой Ты здесь Катаешься Да Поверьте Вам Уступают Дорогу Вас Признают Сразу И понимая Кто Вы Есть А если Вы едете Как Ебаный Черт На черном Мопеде Ну Ребят Просто Наглейте Вот Сейчас Я Опа Отлично Еще Расскажу Про Несколько Правил Которые Я Более Менее Помню Которые Читал Езда Без Шлема Это Штраф 500 Бат Езда В нетрезвом Состоянии Не знаю Как они Это Проверяют До Пяти Тысяч Бат Езда В наркотическом Объянении Походу Там Действительно Уже Что-то По жести Вот Поэтому В принципе Ребят Тут много Ездят Без Прав Людей Есть Отдельный Кстати Телеграм Чат Который Меня Добавили И Называется Он Полиция Паттайя То есть Действительно Русские Люди Там Украинцы Казахи Сидят И Говорят Местоположение Полицейских Чтоб На них Не Попаться 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 Поэтому Ребят В принципе Не ссыкуйте Ездите Просто Со Шлемом А тем Более Если Вы будете На Какой Напоминаю Что Тайцы Очень Хорошо Передвигаются На Мотоциклах Кстати Что касаемо Адаптации Я довольно Таки Очень Быстро Привык К левостороннему Движению И Никаких Проблем С этим Не возникает Поэтому Ребят Вы Как Просто Выезжаете На Трассу Или Куда Нибудь На Такую Дорожку Вы Сразу Видите Направление Кто Куда Едет Это Довольно Таки Очень Удобно Вы Сразу Все Понимаете Очень Быстро Привыкаете Очень Быстро Начинаете Наглеть И Понимаете Всю Культуру Вождения В принципе Таиланда Обязательно Когда Выезжаете За две Сплошные Имейте Ввиду Что Вы Не Один Такой Умный Потому Что Довольно Таки Много Людей Это Тоже Делают Вот Видите Хоп Есть Поэтому Сильно Не Разгоняйтесь Ребят Вы Можете Покалечить Тайца А поверьте Тайца Очень Хорошо Относят К русским Людям Я Без Каких Либо Напрягов Говорю о From Rush Еще Кое Какие Предостережения Ребят Для Вас Во Первых Если У вас Недостаточно Опыта Езды На Мотоцикле Да Если Вы Когда В детстве Катались На Мопеде И собираетесь Здесь Его Юзать Ребят Будет Довольно Таки Сложно Адаптироваться Потому Движение Реально Большое Сегодня Мне Как-то Повезло Я Даже Этому Рад Что Не Сильно Все Забито Как-то Более Спокойно Размеренно Еду Возможно Сегодня Суббота Наверное Поэтому Многие Люди Отдыхают Вот И все Поэтому Будьте Готовы К тому Что Вы Здесь Первое Время Будете Страдать Если У вас Есть Довольно Таки Хороший Опыт Поверьте Ребят Очень Рекомендация Лучше Конечно Ездить На такси Но Просто На свой Страх И риск Имейте Ввиду А сейчас Мы Потихонечку Перейдем К тому Про Аренду Мотоциклов И мопедов И такси Сейчас Я вам Все Тоже Подробно Расскажу Поехали Твой Байк А Окей Окей И Хоу Мач Хоу Мач Оли Тукет 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 1 0 Зиро Гу Гу 5 0 5 0 Мэн Окей Летс Гоу Да возьми Держи Окей Ну-ка Ну-ка Дай-ка Сколько Окей 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 Но Мэй Это Мэй Копи Паспорт Ее Давай Родничок Где мой Копи Паспорт Нет Окей Земляк Отлично Найс Байк Ютуб Да Ютуб Show me Окей Настоящий Одинок Окей Пересел Да Молчится Ты не модель Сейчас я вам покажу Сейчас я вам покажу в принципе арендные мотоциклы Что это такое и с чем это едят Есть допустим вот такие байки Вот есть вот такие малышки Есть Кстати очень распространенные кавасаки чаще всего дают в аренду Вот она Вот она Для фазера прям вообще конкретно Прям отличный аппарат Ну вот В принципе ребят Здесь есть выбор На любой вкус Также есть вот такие мопеды Допустим давайте сюда пройдем Это кавасаки З З З З З К 800 Хоу мач Кавасаки 1200 бат Ребят Стоит это дело Так ребят Ну че Вот она ямашечка На которой я катался Пока еще никто не снял Здесь тоже есть много интересных мопедов Ну Ребят Это уже больше на любителя Мы на этот раз будем выбирать более серьезную технику Наверное вот эту малышку Ну че девочка привет Вот и настало время нам с тобой познакомиться Ямаха МТ-10 Ребят Много есть поклонников данного байка Ха-ха 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 Здесь получается Ребят Выхлоп будет обычный Но в принципе Мне интересно На что она способна Потому что Много кто хвалит этот байк Сейчас я абсолютно голенький И сейчас я схожу Покупаюсь И чтобы Ну сами понимаете Времечко это и идет На хуй Как бы чтобы я Завтра попозже отдал байк И все И сегодня будем кататься на МТ-10 Потому что много кто просел И так Мы взяли эту прекрасную девочку В принципе это Ямаха Это вполне нормально В принципе это классный мотоцикл Потому что очень хвалит пилот за их шестер И есть на то причины Я вчера Взял его в аренду И доехал до отеля Купил рыбки И все Больше я на нем не катался И так Режим А у нас уже стоит Хорошо И так Трекшн контроль офф Мод у нас стоит А Отлично Ну звук конечно кайфовый Давайте немножко ребят Проедусь И дальше продолжим про аренду Я не знаю На R1 мне не так сильно нравился звук Хотя мотор один и тот же Но вот здесь Я реально от него кайфую Вторую Вторую передачу включили Открывая газ Ой-ой-ой-ой-ой Хороша Сучка очень хороша ребят Что сказать за этот мод Ребят Во-первых он арендный Здесь горит чек Это нормально Это Yamaha Спидометр не работает Тут немного подогнуто Но в принципе Самое главное Какой мотор Какой звук Поэтому я даже не обращаю внимания На то что не работает спидометр И так далее Но вы можете мне на слово поверить Что байк реально очень хорошо едет Открываем газ На второй передаче Открываю газ Ебанутая Просто ебанушка блять Короче Этот байк Так же как и Yamaha R1 Здесь мотор абсолютно одинаковый Просто не так сильно форсирован Не любит низкие обороты То есть если вы привыкли читерить с помощью сцепления Как-то переезжать там Да Легкие закоулочки И не переключаться на первую передачу Здесь это не работает Ребят И так Что здесь собственно сдается Чаще всего здесь Преобладают это скутеры Либо мопеды 125 кубов 250 кубов Вы их можете взять От 250 бат До 600 бат В сутки Тайцы не очень сильно разделяют Ваше мнение То есть аренды на сутки Имейте ввиду Не все дают Покататься вам мотоцикл Всего лишь один день Вот и все Чем вы берете дольше Драндулет Тем конечно же Вам будет выгоднее Им пользоваться В плане того Что вы меньше заплатите Чем больше срок Тем меньше платите за день Если взяли один день Это будет примерно 300 бат Если вы возьмете на неделю Вам один день будет выходить Может 180 бат 200 бат Вы это должны понимать Именно вот такие игрушки Я заплатил за нее 1000 бат За нее просили 1200 Не забывайте Вы не в Амстердаме Здесь вы можете торговаться Тайцы это любят Тайцы это приветствуют Поэтому обязательно торгуйтесь Хоть как-то Хоть чуть-чуть Сбивайте цену В любом случае На сбитые деньги Можете купить себе Кока-колу Пивасик и так далее Поэтому Тем более Такие байки Не часто берут Потому что Я приходил на Рентейл Брал до этого Два мотика искал И МТшка все время стояла То есть Это довольно таки Не самый популярный байк Который берется в аренду Ну а мне было интересно На тот байк И я его взял Также есть подставы Ребят Как мне объяснили Я с этим не сталкивался Вы можете взять Вы можете арендовать байк И на вас наведут наводку Понимаете? Естественно Вы уроните мотоцикл И заплатите Хуй его Туту его денег За этот байк Поэтому тоже Будьте осторожны Ну и конечно Что вам нужно Чтобы взять Эту малышку в аренду Мне в инстаграме Люди писали Нужны права Не нужны права Нет Если вы берете скутер Можете дать копию паспорта И Тысячу либо две тысячи бат В залог Вам их потом вернут Вот и все Если вы берете Вот такую технику Ребят Здесь просят оригинал паспорта И к сожалению Вы никак не договоритесь Вам придется отдавать Реально Свой оригинал Как бы вам этого Сильно не хотелось Что касаемо Аренда автомобилей Ребят Я не узнавал Не знаю Сколько они стоят Но скажите пожалуйста Имеет ли в этом смысл Какой-то брать Автомобиль В аренду Я не вижу Потому что вы все время Будете стоять в пробках На мопеде Можете все время объехать Миновать все эти пробочки Вот и все С Татай Не так много Сдается в аренду Спортбайков Если вы думаете Возьмете последнюю эрку Там джиксер Ниндзю Я их не видел здесь На Пхукете Больше выбор Реально больше Спортов сдается В аренду Я не знаю Почему здесь это так Либо просто уже Все арендовали И нет свободных мест Свободных байков Либо еще что-то Поэтому Ну удовольствуюсь С тем Все что есть Ну что давайте Еще раз ебанем По той равнине И я начну снимать Вам обзор В принципе ребят Это все про аренду Все что я хотел сказать Поэтому обязательно торгуйтесь Вы можете реально сбить цену Желательно брать байк На 2-3 дня Вам выйдет выгодней Но если вы хотите Попробовать все разные байки То конечно Имеет смысл быть Брать на день Вторая передача Открываю Окей ребят Продолжаем А что касаемо того Что если вы не умеете Передвигаться На двухколесном Или четырехколесном Транспорте Нет проблем Есть такси А в особенности Мото такси Здесь развито Эй Просто дядьке крикнул Он встал И уже Сейчас ко мне подъедет Сейчас мы открываем карту И я покажу Куда ему ехать Так а где он Где мой таксист Я Сколько сюда будет ехать Вот сюда How much Go Окей Откуда другой базар Вокзал Поехали Опа Опа Блять Мы как-то по встречке едем Ладно Не буду вдаваться Оу 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 Страшно конечно Все это дело Ребят Не забывайте Что вы можете Торговаться Вы не в Амстердаме Не важно Какую услугу берете Но конечно Когда вы в продуктовый магазин Заходите Вы там торговаться Не можете Там фиксированные суммы А здесь вы реально Можете это делать Тайцы это любят Поэтому ребят Я поехал на массажик В принципе Есть так же такси И авто такси Но оно будет дороже И вы будете ехать дольше На мопеде Это намного быстрее Ну и конечно дешевле Но желательно конечно Ездить со шлемом Потому что чаще всего Они доставляют Без шлема У них второго шлема Конечно же нет It's ok Yeah Nice me Thank you man Вот ребят Я сэкономил 20 бат А теперь я на массаже К этим прекрасным леди Ну а сейчас Наверное Ваш пожилой волчара Поедет Снимать для вас Наверное Самый интересный Контент Именно для вас Ну и наверное Для меня тоже Это же Стоять нахуй Это конечно же Ночная жизнь С ночными Прекрасными Морковками Потому что Таиланд В особенности Паттайя Очень Популярно этим Да Потому что Многие едут За этим И сейчас Я постараюсь Действительно Большой отрезок Прямо Более подробно Рассказать вам Весь гайд И собственно С чем вы можете Столкнуться Но здесь Есть три вида Ночных бабочек Первое Это конечно же Таечки Маленькие Аккуратненькие От самых молодых До самых взрослых Ну и конечно же Это трансухи Безусловно Если кто не знает Это морковки Это хуястые бабы Реально То есть Вы можете быть Как и в роли актива Так и в роли пассива Имейте вид Ну и конечно же Третий вид Это мальчики Да Ну как бы здесь Реально это В спросе И популярно Они точно так же Как и девочки И трансухи Подходят Завод к себе Это вполне адекватно И нормально Если вы думаете Что весь Таиланд Населен только Одними шлюхами И проститутками Ребят Это далеко не так Потому что Только 0-0-2 процента От всего населения Этой прекрасной страны Дружелюбной Улыбчивой Занимается Данной древней профессией Остальные Нет Да Здесь дорогу Переходят Где хотят Если что Вообще Движение Конечно Своеобразное Сразу же Хочу вас предупредить Если вы Собираетесь Почитаете Секс-гайды И так далее И заходите И приехать в Паттайю Ради этого Ребят Имейте ввиду Самое главное Не найти Несовершеннолетнюю Обязательно Спрашивайте Айди-карту И желательно Медсправку Медсправка Не у каждой Есть Айди-карта Точно Если нет Айди-карты Это 100% Человек Либо вам Врет Либо он Несовершеннолетний За секс Несовершеннолетний Здесь Карается Очень строго До 20 лет Тюрьмы Пока вы Будете ехать Вас могут Вообще Убить А скажут Что вы Утонули Вот и все Депортации Никакой Нет Сядете В Таиланде Имейте Ввиду Это Важно Знать Откуда Все это Знаю Я читал Комментарии Я очень Хорошо К этому Подготовился Я должен Вам Обязательно Все это Рассказать В целом Да Я приезжал Тоже За сексуальным Опытом Я хотел Трахнуть Ранцуху И хочу Сказать Я искал Часа полтора Чтобы найти Подходящую Нормальную Я не ночью Гулял Я гулял Днем Нашел Действительно Прекрасную Красивую Девушку Члена Девушку Ладно Члена Девушку Которая Вообще Не отличается От девушки Ничем Кроме Члена Естественно Здесь Точно Так же По поводу Съема Вы можете Заплатить Косарь Бат Имейте Ввиду Я не помню Как он Называется Точно Короче Это Когда Вы платите Косарь Бат И всего Лишь Можете Кончить Один Раз Имейте Ввиду Кончили Все Ваш Сайте Закончен Естественно У меня С этим Делом Все Плохо Я ее Долбил Полчаса Но Естественно Эту 1000 Бат Она По максимуму Отработала Вот и все После этого Я трансух Уже не хотел Потому что Галочка Поставлена Я в принципе Все что хотел Сделал Вот и все Больше не интересно Собственно Мы подъезжаем К этим двум Прекрасно Даже к трем Прекрасным улицам С барами И совсем Совсем Что я сейчас Вам в принципе Расскажу Чтоб вы понимали С чем вы можете Столкнуться И наглядно Покажу Как девочки Вам кричат Почему я не поехал Ночью Ребята Объясню Ночью Там на мопеде Ездите На мотоциклах На машинах Нельзя То есть эти улицы Перекрывают И вы сами по себе То есть только можете Гулять Вот и все А если я буду гулять С камерой Мне там набьют Ебальник Имейте ввиду Поэтому А на мопеде Я смогу съебаться Ну сами понимаете Надо в крысу Все делать Итак Мы повернули На эту прекрасную Дорогу Где есть приятные леди Я буду потихонечку Ехать И показывать Также здесь есть Канабис Травки и так далее Кстати В зеленом Которой была Транцушечка Это я кстати Ее имел Вот Кстати вот собственно Здесь вы можете Подобрать Что вам интересно Это действительно Город любви Здесь действительно Очень много таких Взрослых мужчин Которые собственно Пользуются Данной темой Здесь все очень просто Вы подошли к девочке Выбрали какая вам понравится И все И собственно Начинаете с ней диалог А потом она вас проводит В комнату В принципе в каждом баре Есть отдельная комната Здесь уже давным-давно Все сделано Я все забываю Что в левостороннем Движении Блять Вот видишь Девочка зовет И соответственно Вот видишь Вот как все в порядке Ребят Здесь не ново Имейте ввиду Здесь есть вот такие бары Вы зашли Кого-нибудь сняли Есть конечно бары Минетные Где вы пьете пивасик И непосредственно Вам делают Ну вы сами знаете Что Вот Есть массажные салоны Специальные Где собственно Вам могут Поперепердюлить В принципе Не обязательно быть богатым Потому что Тысяча бат Но это не такие уж Крупные бабки За ваше удовольствие Потому что здесь выбор Реально огромный Вот и все Я был в Амстердаме Поверьте Амстердам здесь реально Отдыхает Потому что Таиланд В особенности Паттайя Очень этим насыщено Поэтому вы реально Кайфанете Сейчас едем на другую улицу Сейчас кое-что другое Вам покажу Также здесь довольно-таки Много взрослых мужчин С молодыми тачками Как вы видите Вот мужик кайфует Приехал откуда-то С Германии Либо США И просто взял Молодую тачку И Наслаждается Жизнью Бабки есть Все есть Поэтому он счастлив И все у него Замечательно Это вполне Распространенная Ребят Тема здесь Здесь в принципе Никто не обращает Внимания на то Что человек взрослый Идет с молодой Девушкой Всем абсолютно Насрать Потому что все Прекрасно понимают Есть еще одна улица Здесь находятся Бары Стриптиз Бары Специально Специализированные На транс Девочек На обычных Девочек На мальчиков Вы просто берете Танцуете Кайфуете Либо перед вами Танцуют Вот и все В принципе Все гайды Вы можете найти Спокойно в интернете И поговорить Вот тоже пример Как бы здесь Да хуище всего Но Когда вы идете Ночью Здесь абсолютно Все по-другому Абсолютно Здесь все горит Тут девочки вам Показывают Вот так Давай заходи К нам То есть Пойдет Выбор Реально Огромный Вот и все В принципе Про минетные Бары Рассказал Про массажные Бары Рассказал Про стариков И молодых Девушек Рассказал Средний чек За девочку Здесь Тысяча Бат Ля Ну имейте Веду Они могут Завышать Суму Но вы Можете Спокойно Торговаться Имейте Ввиду Вы не В Амстердаме Вы Не В России Здесь Вы торговаться Можете Здесь Это Приветствуется Так что Имейте Ввиду Деньги Приносите Вы А не Они Но Сразу Хочу Сказать Что Лично Из моего Опыта Секса Странцухой Ну Секс Такой Посредственный Секс Такой Искусственный Знаете Ну то есть Особо Прям Вау Какого-то Впечатления Но я Не получил То есть Здесь Реально Ну Продажная Любовь Блять По другому Я не скажу Поэтому Я очень сильно Разочаровался Я думал Там Вау Такой Будет Бля В джоб Нет Было полное дерьмо И я очень сильно Скучаю По своим Маленьким Russian Girls Вот и все Реально А так Ребят Я просто Это некрасиво Как бы Понимаете Снимать девочек В упор С ними Разговаривать Еще что-то В принципе Вы Должны Это Понимать Вот и все Поэтому я мельком Проехался Вам все показал Итак Мои одинокие Седые волчары Если вы Скучаете И хотите Секс За приемлемые Деньги С иностранками С азиаточками Прекрасными Милыми Велком В Таиланд А в особенности Ля какие Видите Они на грани Эти сиськи На грани Чтобы выскочить Ребят Я считаю Вам нужно Сюда Обязательно Накупите Гондонов Обязательно Купите Мирамистина И дуйте Сюда Ну а теперь Расскажу Почему собственно Я отказался От этого Секс-туризма Ну а теперь Давайте Подведем Итог Почему собственно Ваша пожилая Маракуйя Не выбрал Секс-туризм Почему не выбрал Прекрасных Членоделок Маленьких Тайчик Тяночек Ну или может быть Мальчиков Почему Ребят Во-первых Никому из них Не нужно верить Вы им заплатите Чпохнетесь Кстати Напоминаю Самый главный Гайд Сначала Дело Потом Бабки Запомните Потому что Почему это делается Потому что У девушки Будет Стимул С вами Работать Понимаете А если вы заплатите Деньги Она будет с вами Аляй-баляй Короче Секс уже будет Не тот Имейте ввиду Ну а теперь Вы должны понимать Что не нужно Верить Девушкам Вообще Почему Наверное Где-нибудь здесь Проканусь Почему Потому что Это бизнес Ребята Они зарабатывают Себе на жизнь После того Как вы Чпохните И кончите Куда захотите Она вам Будет говорить Когда вы Расслабитесь Когда вам Будет хорошо Когда вас Потянет в сон Вы будете пьяны Она начнет Вам заливать В уши То что у нее 8 сестер Детей 8 братьев Они все Бедные Она одна Работает Зарабатывает Всем на жизнь И так далее Вот Это Пиздеж Имейте ввиду Она будет Вам Говорить Что будет Ждать Вас До следующего Уикенда Если вы Ей заблатите 10 тысяч Бат Она будет Вас ждать Ей этого Хватит Ребят Камон Не верьте А Окей Окей Спасибо 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 Дедушкин Мопед Поставили Идем Ну а теперь Почему я Собственно От этого Всего Отказался Да Я Большой Любитель Заняться Любовью Безусловно Я Зависим От этого Признаюсь Честно Но вы должны Понимать Когда вы Окажетесь В Таиланде В большей Степени Здесь Что помимо Развитой Секс-индустрии И большого Количества Силиконовых Прекрасных Леди Здесь Также Очень много Заболеваний Венерических Гепатит ВИЧ СПИД В особенности Кожные Заболевания И множество Других Тем К сожалению Которые Наши Русские Врачи Венерологи Не знают Как лечить Когда Вы Заболеете Одной Из этих Болезней Подхватите Точнее Вы поставите Крест На своей Жизни И также Можете Забыть Про Прекрасных Russian Girls Да Это все Дело Тушится Лечится Антибиотиками Но в любом Случа Ваша Жизнь Поменяется Поэтому Ребятки Нет ничего Лучше Чем Секса По Любви Тем более С русской Горячей Девушкой Поверьте мне Это чувствуется Везде Это Начиная Чувствуется Когда вас Трогают Не важно Когда Вам делают Блев Джоб Либо Когда сидят На вашем Лицше Главное Чтоб Это Было По Любви А вот Это Все Полная Хуйня Нем 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 Опа Ага Нормально Нормально Хондочка Хондочка Работает Моя Пиздец Как в Москве Прям поэтому ребят напоминаю лично для меня если трахаться то только по любви ну а если вы хотите блудануть не забывайте что презерватив обязательно потом все обработать мирами стенщиком и обязательно сходить в душ это самое главное правило удачи ковбоя ну а теперь ребят мы едем а дальше это развлечение и еда к сожалению здесь я не затрону все потому что развлечений очень много все по-разному стоит но поверьте мне если у вас не сильно много денег вы все равно здесь неплохо оттянетесь запомните самое главное что когда вы приезжаете в другую страну обязательно нужно пробовать именно эту кухню к чему я это говорю да к тому что если вы дома жрете киевсе и здесь приехали живете киевсе нахуя вы приезжали поехали смотрите собственно заезжаем в такую улочку ребят сразу же расскажу про развлечение во первых это еда травка можете курануть можете покушать всякие кексики очень много всяких жареностей здесь в принципе легализована травка я в принципе осуждаю наркотики ребят но если у вас есть необходимость это ваш уикенд развлекайтесь отдыхайте очень много всяких ресторанов очень много выпивки всякой всякой разной единственное о чем я пожалел что я сюда приехал один с кучей бабла блять понимаете трансух не снимаю травку не курю мало пью мало ем и у меня в принципе я хочу сказать что я наверно за весь уикенд потрачу здесь баксов 400 500 это максимум поэтому ребят я не знаю каких развлечений говорить их здесь просто доебаново я вот не знаю но здесь реально всего много ну да и же на трассе ставила на поверну давай давай брат какой какой сладкий проехал собственно сейчас я покажу какую еду я здесь погоди здесь односторонняя бля не только не говорит что здесь односторонняя да какая разница односторонние не односторонние так я еду по-российски да а мне надо она поеду по-российски ребят я обожаю эту страну потому что правил нет ничего нет но иногда конечно попадаются копы как я вам говорил что могут вас немножко взъебнуть за вашу неправильную езду потому что напоминаю здесь не действует международные не действуют российские права только тайские с 9 января этого года смотрите две сплошные две сплошные вот так хуяндук и я возле рынка все я обожаю эту страну и так сейчас покажу что я беру кушать погнали не так мы на рынке расскажу максимально вкратце что здесь можно приобрести начиная от носков тапок футболок готовой еды рыбки фруктов и всего-всего-всего всякие игрушки в общем всякие сувенирчики которые можете увезти домой здесь этого навалом на самом деле не так уж и дорого стоит по поводу торгования также можете торговаться но не пойдет вот ребят чисто от себя скажу я приехал зимнее время года и настоятельно вам рекомендую не жрать всякую еду которую вы кушаете у себя дома да здесь обязательно потребляйте фрукты обязательно морепродукты пополняйте свой запас витаминов вашем организме потому что здоровье это самое главное кстати по поводу готовой еды ребят тайцы любят очень острую еду поэтому когда вам будет говорить спайси всегда говорите чуть-чуть потому что могут насыпать так что вы не сможете это кушать я вам говорю это заранее потому что у меня такое было хотя я любитель острой еды но готовят очень остро вот и все визит все режут что-то делают отлично где моя рыбка хай так сейчас мне подогреют прошлый раз я брал ребята вот такую рыбку мне понравилось хочу теперь побольше взять фэнкс хамач окей оп оп прям колечками такая красота сегодня будет во мне как это странно бы не звучало и так ребят взял красное яблочко взял белое яблочко и немного мандаринок мне это вышло 189 бат ну и конечно ребята это пиво чанг моя любимая пивка ребят реально это вообще лучше пиво которое пробовал без шуток обожаю и так возвращать стоять и так возвращаемся обратно про скутерок ребят ни разу не пожалел с полным пакетом пива фруктов всяких рыбок в багажнике вот еду не хватает только русской сзади ну вот и все даже трансуху можно ребят мопед это очень удобно я не знаю кто берет машину в аренду ребят на мопеде по городу мотаться мяу просто мяу объезжаю что все как могу и хочу сказать что чего я наверно пятый день здесь и я уже адаптировался в принципе я привык к нынешней езде тайцам уже меня не догнать в принципе все объезжаю наглею как могу поэтому тайцы здесь это любит если вы наглеете если вы показываете свой характер на дороге и они вам действительно уступают потому что здесь такая культура как я понял ну вот и все ребят у нас новый день а точнее уже вечерочек и у меня для вас супер мега сюрприз вы знаете как я люблю компанию suzuki и наконец-то я нашел gs x as ну ну это тот же самый джиксер но только ас ребят мне очень интересно была эта модель когда я ее увидел блять змея с него конечно взяли по полной 1300 бат опросили полторы тысячи бат собственно как и за yamaha r6 ну потому что она новая здесь 8000 пробег здесь по моему год 18 либо 19 но мне всегда было интересно поюзать эту малышку она вся в стоке видите здесь стоковая баночка стоит принципе нам всем привычные джексировские всякие вот эти крышечки вот тормоза brembo как я понимаю здесь стоит а ну да здесь стоит трекшн на bs здесь написано bs блять старый ты чё вот в принципе сторговал ее за 1300 поэтому мне очень интересен этот байк и обязательно про него конечно же сниму небольшой тест-драйвинг звук для меня что ни на есть самый родной вы знаете я пол жизни прокатался на джиксерах и это звук джиксера литрового джиксера ну чё 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 и так ну что хочу сказать это тот же самый джиксер ничего нового я здесь не чувствую все родное все лично для меня вполне понятно и передачи длинные все хорошо блять не задавить бы его нахуй итак что касаемо динамики ребят с динамика здесь все в порядке это литруха она должна тянуть все в порядке но мне интересно будет ли отличие от мтхи вот сильно потому что на мтхи короткие передачи здесь более длиннее потому что принципе мотор состоит от джиксера и принципе коробка стала должна стоять абсолютно точно такая же принципе здесь должно быть все абсолютно тоже самое где бы ебануть на заднем мы продолжаем наш тайский блок и сегодня вам расскажу не менее интересную тему это собственно тайский менталитет что это за люди как они тусят что они делают вообще и кто это такие да потому что все равно может вы благодаря мне смотивируетесь сюда приехать захотите сюда приехать и собственно но вот видите все на все 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 весь мой баллон кончился именно здесь а много закончится в травмпункте поехали мы в ебались в пробку окей продолжаем менталитет первое что вы должны знать в таиланде живут не все тайцы то есть не сто процентов а всего лишь 60 процентов тайцев 15 процентов китайцы и остальные это европейцы индусы потом еще ближайшие вот эти страны всякие живут я не вдавался в подробности но хочу сказать вам одно в истории таиланда не было ну каких-то кровопролитных жестких воин какие-то кровопролитные перевороты еще что-то опа 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 это я не могу это пропустить я не могу это пропустить ребятки на первое открою поехали отлично так вот не было никаких жестких воин переворотов еще что-то здесь такого не было естественно люди даже не знают что такое голод голодомор у них нет такого слова естественно эти люди всегда жили в тепле у них никогда не было голода потому что здесь плодородные земли к чему это веду идем дальше а что касаемо религии 95 процентов населения этой прекрасной солнечной страны выбрала религию буддизм буддизм делится на две части восточный и южный возможно ошибаюсь первое это познай себя и помоги познать себя другим да то есть ты должен помочь себе в первую очередь а потом другим в другом направлении буддизма их два есть такая штука познай себя и не мешай другим вот и все и все выбирает вот этот второй вариант чаще всего здесь почему я это говорю я вчера об этом узнал я внимательно слушал чтобы вам все это рассказать ребят идем дальше буддизм это довольно таки странная но интересная религия в плане того она очень миролюбива то есть она понятна прозрачна и интересна в принципе кто знает что такое буддизм мне не нужно вам объяснять но продолжаем в нашем русском языке двести тридцать тысяч слов мы очень эмоциональные люди и мы можем извините человека послать нахуй разными путями разными арфоризмами и словами вы понимаете то есть тайский язык вау 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 какие кроссовчики тайский язык всего лишь тридцать две тысячи слов содержит здесь одно и то же слово разной интонации может содержать разные значения то есть допустим сахар и сахар могут быть две разные вещи ребят вот и все тайцы очень миролюбивый народ очень тонкий народ и приятный и также злопамятные вы это должны понимать есть такая у них не пословица а значение потерять лицо что это означает вы сделали какой-то косяк что-то своровали кого-то послали нахуй на кого-то накричали тайцы это запоминают и ваше лицо упало то есть по-русски это означает опуститься ниже плинтуса и тайцы это будут помнить тайцы также могут прощать если что имейте ввиду это у них религии позволено и это нужно делать чтобы прощать других людей слушайте на джиксере максимально уебанские зеркала ничего не понятно так вот теперь я возвращаюсь к вам дорогие друзья когда вы собираетесь в Таиланд не вздумайте качать свои права не вздумайте кричать на тайцев вы можете спокойно с ними поговорить вам допустим принесут не тот суп который вы хотели вы будете его хуесосить кричать на него тайц просто уйдет потом вернется через две минуты и спросит что у вас случилось у них это не принято я не видел ни одного тайца и тайку которая бы кричала эмоционально как-то там это что-то нет все максимально спокойное они все спокойные миролюбивые все заходят вот так прощаются все вот так все хорошо поэтому не вздумайте на них кричать местная валюта Таиланда это ПАТ и хочу сказать что эта валюта ни разу не испытывала жесткого скачка либо подъема либо наоборот спуска она всегда стабильна естественно сюда приезжает много китайцев и европейцев и покупают недвижимость потому что здесь недвижимость остается примерно в той же самой цене если вы думаете что Таиланд живет исключительно только за счет туризма это далеко не так ребят 6% всего лишь составляет пополнение казны за счет туризма а остальное это собственное производство и непосредственно много стоит здесь заводов машиностроения всякой техники и так далее и тому подобное плюс они сами много что производят поэтому ребятки я хочу сказать что это далеко не так я тоже сначала был одного мнения но потом когда съездил на экскурсию посмотрел бангкок и я понял вот это ребята живут торговые центры здесь реально мяу лично для меня самый главный бич этой страны как мне сказал как его гид что здесь очень сильная коррупция очень жесткая коррупция приходится приходится подкупать постоянно еще что-то ребят не знаю что насчет коррупции потому что она есть в любой стране в любой я повторяюсь но самый главный бич это блять дороги и движения и я не могу это принять для меня это прям ну я люблю понаваливать я люблю покататься я люблю пооткрывать я даже не понял этот мотоцикл я даже не раскрыл его я брал в аренду Yamaha R6 я не раскрыл ее потенциала я не понял что это за мотоцикл до конца в принципе ну да я понимаю что это за мотоцикл как работает подвеска там и так далее и тому подобное но я не выжил все что можно из этой R потому что блять негде вот так же я еду на литровые стритухи прыгаю блять на этих на железках я вообще просто не понимаю какой нахуй литр здесь нужен здесь не нужен литр здесь достаточно вот все мопеды мопеды поэтому не удивительно почему основная часть людей выбирает здесь скутеры в принципе это все ребята сегодня замечательный день потому что я доснимаю вам тайский блог во вторых у меня сегодня день рождения и в третьих я здесь нахожусь последний день естественно уже два дня я юзаю снова вот эту легендарную прекрасную хонду мне очень нравится скутеры на самом деле вот с 12 лет на них не катался или по-моему с 13 и знаете в этом есть свой вайп я мог взять кстати вот такую же ямаху вышла бы она мне 800 бат за два дня но я выбрал эту старушку видите уже номерной знак подуставший смотрите сколько пробег здесь спидометр не работает но здесь 47000 48000 уже пробега и хочу сказать что он уже не мотается потому что спидометр не работает что самое интересное ребята этот скутер живет смотрите здесь уже все погнуто все уже пошоркано от солнца уже все потрескалось я думаю здесь уже сотка точно есть и она хорошо едет я вчера ездил в рыбацкую деревню поесть морепродуктов покупаться сегодня тоже поеду я ехал по трассе но километров 80 разогнался и вполне нормально себя ведет поэтому ямаха это конечно круто но я вот решил оценить всю эту простоту потому что когда ты едешь на спортбайке либо стритухе знаешь ты быстрее всех ты не замечаешь что вокруг а когда ты едешь на этой малышке вот эти все просторы виды магазины вот эта вся античность вот этого Таиланда особенности Паттайи конечно же заставляете обращать на это все внимание ладно, хватит разговаривать давайте ребят записывать финалочку сейчас с вами доболтаем и слава богу я закончу этот тайский влог итак мои леди и джендельмены мы сейчас отправляемся в рыбацкую деревню я буду праздновать там день рождения кушать морепродукты сегодня как-то с солнышком какие-то проблемы как-то немного посмурновато ну да ладно хочу сразу вам сказать ребят стоит ли ехать в Таиланд? безусловно да Паттайя мне понравилось но есть и также Пхукет в чем отличие Пхукета и Паттайя это более движениково более все асфальтировано более все вот так расширено минимум зелени в основном здании это тусовки это клубы, бары шеймалес, леди бойс ну и конечно же всякие разные прекрасные девочки что я могу вам еще порекомендовать ребят напоминаю что лучше всего брать скутер потому что даже в Паттайе ну вот сейчас я еду видите ну здесь можно реально навалить но поверьте мне вы разгонитесь до 150 и опять будете сбрасывать газ здесь не так много мест где можно разъехаться если вы хотите реально понаваливать можете взять стритуху, спартуху и после 12 ночи реально здесь понаваливать это реально круто что касаемо полицейских ребят они мне попадались раз 10 один раз меня остановили но это был первый день когда я катался на Ямахе я просто сделал вид что не заметил и проехал дальше за мной никто не гнался и никто меня не останавливал а остальные дни я просто мимо проезжал и все в порядке возможно меня не останавливали потому что у меня шлем или как говорил тот чувак который мне арендовал мотоциклы сказал что you so lucky то есть я реально счастливчик что меня ни разу не остановили и не оштрафовали поэтому если ребят у вас не так много опыта и вы не можете сориентироваться к новому движению потому что ребят движение здесь просто пиздец здесь реально люди не понимают как ездить люди не знают правил вот видите уже ну вот камон естественно здесь все очень плохо с правилами дорожного движения но что самое сука удивительное в россии соблюдает более-менее правила дорожного движения реально они есть но у нас авария за аварией здесь за 12 дней и я не увидел ни одной аварии вы можете представить ни одной нонсенс как это я не знаю вот правда я не знаю окей в принципе вам все рассказал ребят все что нужно конечно же не самый огромный крутой гайд развернутый который может быть я считаю это должны делать тревел блогеры вот это их непосредственно эстезя и направления я всего лишь просто ребят рассказываю влог делюсь с вами общаюсь ну а теперь пришло время рассказать почему и для чего я приехал в Паттайя во первых для чего начнем с этого ну во первых поправить здоровье это позагорать это покупаться в моречке покушать морепродуктов покушать фруктов сходить на массаж в особенности ребят рекомендую тайский массаж не игнорируйте его но не перепутайте со спесл массаз это который спесл массаз блов дзёп летс геоу кимоу это вам бум бум это ребят я не стал это выбирать я вам это уже говорил неоднократно я ходил к прекрасной девушке моно вы приходите в салон их там много девушек меня мяли всего лишь 4 девушки из них одна реально очень хорошо мяла другая очень хорошо а другие две максимально сука отвратительно то что я реально пожаловался мне меняли мастера реально спину промяли я кайфанул я реально впервые в жизни чувствую свою спину в россии меня никто я повторяю никто так не проминал как маленькая таечка 36 лет по имени моно какие были причины сюда приехать ребят ну во первых я очень мало путешествовал мне сейчас исполнилось сегодня 28 лет я не так много где был хотя достаточно много зарабатываю но постоянно куда-то вкладываю постоянно от чего-то отвлекаюсь говорю да ладно потом да ладно потом нужно купить мотик нужно купить это нужно вложиться в контент нужно там вложиться в квартиру в недвижку нужно купить это а на этот раз знаете да пошло оно все нахуй я поеду в Таиланд и я должен туда съездить об этом я мечтал лет 6 честное слово реально я хотел сюда приехать моя мечта сбылась и я решился и я приехал ну и конечно же это это личные проблемы во первых это проблемы в семье вы знаете у меня отец болеет онкологией сейчас вроде все хорошо но по виду конечно не видно что все хорошо я понимаю мой родной человек умирает и это конечно неприятно ну и конечно же творческий запал ребят он у меня работает в нескольких случаях либо когда я расстаюсь с девушкой либо когда в моей жизни какой-то происходит пиздец у меня начинается творческий порыв естественно он так же произошел потому что заработался затерся все однотипно все одно и то же давай 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 старушка разгоняйся разгоняйся блять блять как же страшно на ней разгоняться она прям орет в ужас ну и конечно ребят жизнь одна нужно все обязательно поюзать и попробовать это мое самое главное правило по жизни мы живем сейчас в далеко не простое время вы сами все прекрасно знаете и никто не знает что будет дальше поэтому я решил слушайте ну столько работать ну наверное я себе позволю отпуск вот и все я здесь нахожусь 12 сука дней я устал я не могу я считаю что ля колбасаки я считаю ребят 7 дней в соло это вполне достаточно где-то отдыхать я трудоголик я уже хочу работать я жду не дождусь приехать смонтировать вам этот видос смонтировать другие видосы булки на прогулке и так далее уже не терпится реально слава богу я блогер и я хотя бы провожу время в работе я что-то снимаю если бы я не снимал я вообще бы умер со скуки реально поэтому ребят я рекомендую все таки приехать со своей девочкой с подругой тем более российские девушки они приятные красивые и понимающие тем более если вы скажете ей малая поехали в Таиланд ну как стартанул а че ссыковишь поднять да это поэтому ребят рекомендую съездить с какой-нибудь приятной леди ну или если у вас немного не та ориентация с мальчиком ну че уж говорить хотя здесь мальчиков пруд пруди здесь реально очень много иностранцев в особенности с Европы которые гуляют за ручки и никого не стесняются ну и конечно самый интересующий вопрос сколько мне все это вышло сколько мне вышел этот отдых чтоб отвлечься от проблем любви забот работы на 12 дней 78000 мне вышла путевка плюс немножко я купил кое-что в России с собой футболочки шортики трусики это тоже можно посчитать и потратил я здесь порядка 700 баксов да 700 баксов я здесь потратил и в итоге где-то 110 115 тысяч мне это кстати школы смотрите какие школы вот так смотрите вот так все выглядит школа это идут школьники кстати сразу же здесь идет ремонт как прям в России ребят прям как в России родная страна блять около 115 тысяч это довольно таки недорого по нынешним меркам поэтому ребят как говорит моя лучшая подруга это лучшее вложение денег чтобы тебя мотивировало снова зарабатывать и я абсолютно с ней согласен я ничуть не пожалел потраченную сумму и хочу сказать она была бы на гораздо меньше если бы я не арендовал всякие МТ-10 Yamaha R6 GSX и тому подобное вот и все потому что здесь реально на одного хватит 400 баксов чтобы отдохнуть вместе со скутером ребят вы можете арендовать скутер и вам 400 баксов в принципе хватит на две недели но если вы будете ну в пределах разумного отдыхать и зная где что покупать вот и все ну и плюс конечно массажи очень сильно подсадили мой кошелек в районе 4 тысяч бат я отдал за массажи это порядка где-то 9 тысяч рублей но это того стоит я благодарен этому человеку который вылечил мою спину ну это в принципе ребят все все что я хотел вам рассказать и сейчас я въебусь в эту машину кстати надо да заехать купить пивасика кстати удачно он повернул по сей день не могу привык привыкнуть ребят движение бывает на правую полосу здесь левосторонний движение бывает на правую перейду блять ай блять старый дурак нахуй короче спасибо за просмотр спасибо что лайкайте комментируйте и хочу сказать еще вам я нисколько не стеснялся и ни разу не зассал говорить что я русский что я из России I'm from Russia я здесь общался с украинцами здесь общался с русскими американцами немцами и все мне показывали вот так и все с пониманием относятся и понимают чё к чему ребят пошел за пивом у меня сегодня день рождения и потом на пляж греть свои пожилые кости спасибо что смотрели это был тайский влог надеюсь когда я его буду резать он будет нормальным и не таким скучным вот и все всех люблю всех целую тайцы между прочим все вот так делают вам тоже так давайте так и